всем здравствуйте сегодня хочу сделать расклад на тему какой идеи или дело вы посвящаете свою жизнь какая вокруг можно еще было бы назвать по-другому да вокруг какой идеи либо вокруг каких действий до вращается вся ваша жизнь в общем смысл примерно такой а можно даже посмотреть в контексте того на какой мысли до вы зациклены потому что ну то есть там где ваш фокус но я думаю вы поняли о чем этот расклад какие идеи и какой идеи или делу вы посвящаете свою жизнь позиции видите тайм-коды есть ссылки все необходимые есть под моим раскладом кто не в курсе по ссылке мои услуги которые есть в описании вы сможете в первом абзаце если нажмете на эту ссылку вот вас перебросит на мой документ и первом абзаце вы увидите ссылку на мой телеграм-канал кому интересно приходите вот ну а мы с вами сразу приступим и так позиция номер один голубенький камешек вот так и мы смотрим значит единички какой идеи вы посвящаете свою жизнь на вокруг какой идеи карта двойка мечей идея вокруг которой все вращается напрямую связано с материи с материи с комфортом с уютом с красотой с изобилием богатством здесь это можно трактовать по-разному я не подразумеваю здесь именно материальный мир хотя он и не исключен да но здесь вот вы полностью посвящаете всю свою жизнь ценности причем эта ценность которая дает вам вот это вот удобство очень-очень почему-то для вас важно удобство здесь не про роскошь хотя она вам тоже не чужда вот но я больше склоняюсь к тому что вы почему-то в некоторой степени но минималисты либо слишком какие-то практичные вещи есть в вашем доме да то есть вы не не тот человек не тот коллекционер который будет там я не знаю покупать что-то такое дорогое вот здесь вы материю цените вот именно в контексте удобства если даже комфорта такого да например если эта машина то она должна быть для вас вот прям очень комфортно вам если вы за рулем особенно да вот вы должны чувствовать себя не знаю сиденье оно должно быть таким удобным да руль то как вы за него держитесь должен быть удобным то есть вообще вся ваша жизнь одежда она должна быть удобная практичная но опять-таки с какой-то вот такой оттенка чего-то такого богатого да то есть вы например не тот человек который там не знаю будете покупать одежду секонд-хенд или вам кто-то что-то подарит опять же так если что-то подарит я имею ввиду уношенная да вот в контексте одежды вы может поблагодарить и но я не думаю что вы будете носить здесь у вас какие-то другие принципы просыпаются на этот счет но в общем вся ваша жизнь она вот вращается вокруг уюта комфорта и вокруг материи да вот если мы возьмем с точки зрения духовного развития дату вокруг материя но здесь опять-таки причем подход к материи знаете как-то идет вот с точки зрения бессознательного то есть вот именно здесь как раз такие карты так интересно с одной стороны они вроде бы показывают материю да то есть ее наличие я не могу сказать что вы прямо витаете в облаках каких-то моментах вы слишком прозаичные хорошо стоите плотно стоите на ногах практичны но и одновременно вы воспринимаете материю вот как-то с точки зрения развития что ли через призму работы бессознательного то есть как знаете как какой-то научный исследователь за подходите к материи с одной стороны вы ей наслаждаетесь а с другой стороны вы как будто бы и не против рассмотреть кусочки материи да под микроскопом вот что и как это выглядит да то есть например там я не знаю купить какую-нибудь одежду из материала такого приятного теплого мягкого и при этом естественного а не искусственно и одновременно посмотреть как это все будет выглядеть под микроскопом вот здесь что такое все должно быть и удобно но и с точки зрения именно развития до проанализировать это что это такое почему это так как как это работает но и луна все же нас говорит про искажение восприятия этой материи в чем здесь искажение в том что вы материю как-то знаете и физический мир воспринимаете бескомпромиссно и хочу сказать однобоко вот бескомпромиссно вот у вас есть вы находитесь на пути познания да вот что есть такое материя вы не новичок в этом деле вот все что связано например физическом плане у вас уже есть знания вы сейчас на данном этапе до практикуете то есть изучаете вы применяете все свои знания на практике это однозначно но вы такой человек который знаете в некоторой степени одержим какой-то идеи вот вы верите в какую-то идею ваша идеология там не знаю с чем-то связано и вы с одной стороны хотите ее распространить на других людей но если вы сталкиваетесь с каким-то противостоянием например когда люди не согласны в вот этого вот вашего восприятия мира восприятия либо каких-то взглядов на жизнь вы будете отстаивать свою позицию то есть вот здесь вот в некоторой степени вы бываете узколобами то есть вы не слушаете и не слышите но просто нету желания до послушать мнение либо взгляды другого человека потому что вы настолько убеждены в том что то что вы знаете то что вы проповедуете но как минимум для вас самих это верно это правильно и здесь вот нету компромисса и проблема была бы исчерпана если бы вы только в это верили да и согласно этому жили но проблема здесь возникает тогда когда вы начинаете это передавать другим людям то есть забывая о том что у других людей тоже есть какие-то такие же свои взгляды да они тоже где-то могут быть в некоторой степени в чем-то одержимы и настаивать на своем и вот здесь вот возникают конфликты то есть конфликты возникают тогда когда нету гибкости когда вы не допускаете того что есть иной взгляд и вот в этом заключается как раз таки и луна то есть если было бы солнце я бы сказала что вот вы несете действительно свет одно здесь вы можете входить какие-то заблуждения вот в чем проблема в какие заблуждения вот непосредственно знаете касательно ваших идей по поводу того как нужно двигаться дальше вот в новое почему здесь какие-то заблуждения здесь скорее всего заблуждения касательно вас видите то есть вы в принципе знаете как нужно двигаться но сами своей жизни вы этого не делаете то есть кому-то другого вы можете говорить о том что вот вот так вот так надо и велика вероятность что это так и есть да потому что здесь все-таки мечовость а мечи у нас отвечают замыслительные процессы во главе с мастером короля мечей до прекрасным тактикам и аналитиком но вы сами вот искажение заключается в том что вы сами не не делаете того о чем говорите в контексте дальнейшего движения да вот именно кто и жизни позитивный либо к достижению каких-то своих собственных целей желаний и амбиций то есть вы знаете как но в своей жизни вы этого не делаете другим вы говорите и вот здесь какое-то искажение получается да смотрите здесь остановка а здесь движение а здесь движение идет вам самим как будто бы движение дается достаточно сложно конфликтам причем вы это внутри себя вы это понимаете что есть какое-то противоречие вы это сами ощущаете да есть вот этот вот дьявол какая-то большая большая ошибка почему выпадает под луной причем эта ошибка ваша она заключается именно вашем мыслительном каком-то процессе то есть ошибка не в действии и не в каком-то восприятии а вот именно ошибка в том что может быть заключается в том что вы хоть вы вы проецируете то во что вы верите в своей жизни и при этом забываете о том что и другие люди в своих собственных жизнях они тоже может могут создавать свой свою жизнь на основе своих каких-то там восприятий мира то есть ваша жизнь она иллюзорная да так как это ваше субъективное мнение ваше субъективное восприятие этого мира и у другого человека тоже может быть такое и вот вы здесь как раз таки ошибались в том что вы забываете что ваша точка зрения она субъективна и у другого человека она тоже может быть субъективно ну то есть здесь как будто вы знаете именно ключевое слово забываю вы это знаете но вы забываете о том что ваша жизнь иллюзия и жизнь другого человека тоже иллюзия когда мы ему становитесь начинаете что-то говорить что-то объяснять то есть вы ему по сути вы даете свое субъективное мнение но вы настолько в него верите что она правильно что другой человек услышал вашу иллюзию которая не вписывается в его картину мира в его сценарий потому что у него там своя сказка да вы сталкиваетесь вот вот этими историями то здесь вот это вот зависимости искажения она связана с тем что вы просто забываете что жизнь эта игра что мы все играем свои игры у вас свои у другого человека либо других людей могут быть свои игры и в каждой игре свои правила и и правилами вы можете не совпадать то есть теории вы это знаете и на практике тоже знаете но до тех пор пока не сталкиваетесь с каким-то человеком который включает вас вас какие-то ваши теневые аспекты он вас цепляет и вот тогда вы забываетесь и начинаете играть в игру да кто сильнее какая-то вот конкуренция появляется а вам здесь говорится о том что вам нужно понять да аркан мира и верховная жрица что вам все время нужно находиться в балансе и в конце в конект в коннекте с самим собой да то есть вот таком расслабленном состоянии спокойствия с не включаться в игры находиться в единении самой собой либо самим собой и в мире с собой то здесь важно концентрировать все свое внимание на на балансе на внутреннем состоянии единения то есть вот вот это вот важно а вы очень часто когда особенно вот еще расскажу когда начинаете с кем-то коммуницировать общаться когда кому-то что-то причем смотрите это же не с каждым человеком да это бывает только с людьми не знаю где нибудь который цепляет вас на на критику то есть высказывает что-то вашу сторону с чем вы не согласны то есть вопрос насколько я прав не прав да вот здесь вот этот момент происходит то есть вы не с каждым человеком конфликтуете не с каждым человеком играете потому что вы в принципе вами управляет вот этот вот комфорт вам хочется чтобы общение оно было приятным комфортно поговорили даже если это на какие-то темы с которыми возможно вы не согласны вы их можете принять но проблема заключается тогда когда вот вы ощущаете какое-то узнаете не знаю нападок на вас вот именно слово несправедливость она включает в вашем восприятии субъективном несправедливость она включает вас эти моменты и вот тогда уже вы начинаете играть и вот в этом и заключается ваше познание материального мира вы должны прийти в конечном итоге и вы об этом уже догадываетесь да может быть кто-то понимает но именно в теории на практике точно мне достаточно знать нам надо же еще и уметь это делать да то есть воплощать свои знания в материю то есть в теории да вы это знаете но на практике особенно когда включаются эмоции и какие-то вот я не знаю выпады негативные вашу сторону вот тогда вы начинаете включаться в игру и забываете о единении вы начинаете разделять себя от либо отделять себя от других людей другого человека с кем вы там вот входите в какой-то диссонанс вот и вызывайте вот этому заключается ваша главная идея на которой в принципе вы посвящаете свою жизнь то есть познанию материи и как с одной стороны что такое материя а с другой стороны как проживать в этом материальном мире и вот здесь вот подсказка я всегда в единении всегда в гармонии всегда вот в этом состоянии спокойствие то есть вам нужно помнить когда вы общаетесь с людьми но опять же таки помнить здесь смотрите как получается вы помните но когда включаются эмоции ум отключается логика отключается значит первый шаг да вы не должны эмоционировать но здесь появляются другие вопросы да как и не маг не эмоционировать как не реагировать да на то что меня цепляет потому что мысли и все остальное это и является следствием ваших эмоций как как не эмоционировать как сделать так чтобы у меня не триггерировала и не цепляла здесь нужно изменить изменить свое восприятие свое отношение каким образом здесь нужны знания но эти знания нужно превратить именно в опыт умения здесь у нас получается такое вы знаете зацикленность какая-то на этом то есть все взаимосвязанное начинается с восприятия и как мы можем изменить восприятие через дополнительные какие-то знания через осознание через поднятие наших вибраций как мы поднимаем когда мы поднимаем вибрации тогда когда мы находимся в уравновешенном состоянии да когда у нас преобладает самообладание да когда мы управляем собой что нам помогает как раз таки мысли светлые мысли когда мы контролируем то о чем мы думаем когда мы не впускаем свое пространство негатив но здесь вот именно работа непосредственно над собой это то чему вы посвятили всю свою жизнь и могу сказать так то есть это я вот описала какой-то один фрагмент но по сути этому и вы посвящаете как делание да и как идею всю свою жизнь то есть понять разобраться как этому прийти изначально у вас вот просто складывалась на уровне бытовом какие-то что-то не складывались либо отношения либо были какие-то проблемы потом в дальнейшем вы стали над этим разбираться получать какие-то новые знания что-то у вас получалось что-то не получалось открывали заново новые двери для того чтобы пройти опять этот цикл сделать какие-то определенные выводы не чтобы что-то понять вот и опять получить какие-то новые знания то есть это вот бесконечные витки эволюционного эволюционного вашего развития то ваша жизнь полностью посвящена развитию вашей души в материальном мире и вот первая позиция так поставим так это первый вариант мы с вами смотрим позицию номер два красненький камешек водичку попью двойки смотрим какой идеи или делу вы посвящаете свою жизнь тройка педагли что-то вы постоянно строите нам строить и здесь кто-то строит смотрите здесь может быть да с одной стороны идет построение семьи с другой стороны именно фокус на себе построение себя себя как личности да то есть выстраиваете строите работаете над собой здесь у нас идет исцеление в чем у нас идет исцеление своих эмоций вы как будто вы знаете убегаете вы уходите от того что для вас ценно для вас сцена вообще эмоциональные какие-то переживания тут выкина всегда чувствительные всегда у нас импатичны но вы почему-то сейчас на данном этапе уходите от своей эмоциональности от иррациональности идете к рационализму поэтому здесь такое ощущение что вы сейчас выбираете построить какой-то новый фундамент более такой я не знаю логичный более практичные на ваш взгляд и это все связано с тем как 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 выстроить вот такую опору да какие ценности нужно вложить для того чтобы строить отношения с людьми но уже не на основе эмоций потому что здесь вот как будто бы эмоции вам причиняют боли до дискомфорт вы как будто вы стараетесь себя сейчас немножко изменить я не хочу сказать что вы себя как-то ломаете либо прогибаете просто знаете вы как будто бы какую-то новую стихию в свою жизнь и впускаете раньше она у вас была в спящем состоянии а а сейчас вот как некое такое дополнение да то есть с одной стороны это развитие с другой стороны еще какое-то дополнение это вот как краски да есть три основных цвета из них выстраивается абсолютно вся гамма дальнейших цветов и и здесь вот просто получается так что какой-то вот дополнительный цвет вы впускаете вот в свою жизнь что вы строите здесь опять выбор но вы хотите вот видите построить какой-то красивый союз для себя опять же таки который бы вас наполнял эмоционально но скорее всего вы наверное выбираете для себя либо партнера который бы соответствует этому вашему желанию либо подходите как-то более более логически более рационально к построению взаимоотношений опять же таки я не хочу привязываться только к личной жизни здесь вообще может быть взаимоотношения между людьми то есть вы хотите чтобы это как бы так сказать вы хотите условно говоря счастье да в семье но при этом вы понимаете что для того чтобы было счастье нужно и выбрать подходящего партнера с которым который бы был созвучен с вами с которым у вас были бы одинаковые цели вы смотрели в одном направлении и тогда счастье она не будет процессом работы над ним не надо будет работать а это станет естественным развитием потому что принося свой свет например партнер да и ваш свет то количество света она увеличивается вдвое а когда у вас есть свет а у партнера нету свет то ваш свет он поглощается и со временем тухнет здесь вот что-то такое вы для себя выстраиваете и при этом есть очень много мыслей до каких-то идей по поводу того как вам дальше двигаться ну то есть на данный момент вы выстраивается для себя какую-то какое-то свое мировоззрение до жизни кса как опять же таки эрофант у нас тоже может говорить про семью на но здесь все же выстраиваете какой-то как свое какое-то мировоззрение просто здесь человек знаете понимает для себя что он уже вырос и причем здесь не на уровне только головы это понимание а на уровне ощущений да вы уже внутри себя чувствуете что вы изменили что вы уже стали другим человеком вы повзрослели то есть подход ваш он уже не не является детским ну вот вы хотите для себя построить что-то новое то что имела бы какую-то основу то что было являлось бы для вас ценным то есть наконец-таки научиться управлять своей жизнью и жить счастливо но здесь понимаете у двоек всегда людей которые брали двойки вторую позицию до всегда было очень много эмоций вы были какими-то такими знаете непосредственными открытыми непредсказуемыми и в какой-то момент вы столкнулись с тем что до поры до времени до либо в каких-то конкретных ситуациях быть таким человеком эмоциональным это хорошо это здорово но более такой приземленной реалистичной жизни это эмоциональность она как-то вот оборачивалась вам противоположной стороной и вы стали как-то понимать что либо нужно находить правильное применение вашей эмоциональности либо здесь нужно уже меняться есть такое ощущение что вот как маленький ребенок я уже наигралась ну давай попробуем немножко прошить и взрослую жизнь потому что ну развиваться надо развиваться все равно нужно вы почувствовали эту необходимость и для того чтобы что-то поменяться вам нужно внутри себя выстроить вот эту вот башню этот внутренний столб на что вы будете опираться вот вы здесь начали выбирать для себя эти ценности которые вам будут важны и на основе этих ценностей вы будете выстраивать взаимоотношения с другими людьми давайте посмотрим что это за ценности на которые вы хотите опираться но во первых это будет позитив однозначный человек должен быть позитивным то есть но вы еще знаете вы еще и изредка попадаетесь на ловушку вот этого сопереживания сочувствие особенно когда люди плачут вот вас это цепляет безусловно вас это опустошает энергетически но вас это все равно цепляет вы еще ведете на таких людей вот начинаете им как-то сопереживать помогать и так далее но это вот как будто бы переживки прошлого вот но в большей степени вы для себя ориентируетесь на позитивных людей на людей сильных духом для вас это немаловажно потому что ваш дух он на креп вот что здесь хочется подчеркнуть ранее вы более были более слабыми вот сейчас у вас появился дух поэтому вы будете выбирать и сильных людей как физически сильных так и духовно сильных позитивных людей доноров возможно именно какое-то вот спортивное телосложение не говорит что человек занимается спортом но как минимум спортивное тело телосложение либо мысли касательно своего физического тела и ухода за ним то есть каким-то развитием на это вы тоже обращаете внимание то есть на физические нагрузки также обращаете внимание на людей которые сумели побороть свой страх вот для вас это тоже очень важно потому что здесь на страх приходит но твои ставите акцент и завершение да то есть особенно если это какие-то детские страхи либо страхи которые были присутствовали давно в вашей жизни вот вы делаете акцент на бесстрашие на мужестве да опять же третьи благодетели на на отваге вот знаете человек он должен быть громкий правда я слова говорю ну вот доблестный новому поколению наверное эти слова не совсем понятны будут но я думаю что вы меня поймете точно потому что знаете здесь но если убрать такой формат слов то здесь как минимум знаете старайтесь общаться с людьми которые уважают да то есть люди с внутренним каким-то стержнем для себя сильные люди вы к ним тянетесь сильный человек это тот человек который понимает себя до что он хочет как он хочет у него есть определенная собственная система ценностей и он не подвластен внешним каким-то фактором которые на него могут давить либо могут взаимодействовать то есть он при любом раскладе остается самим собой вот такие вот люди вам очень нравится и вы тянетесь к этим людям и если у вас появилось это желание это тяга это показатель того что крупинки зерна вот того что я описала это у вас уже есть заметьте раньше я говорил о том что вот вас есть эмпатия чувствите чувствительность сейчас же я говорю о более таких опять я не могу сказать что это вот какие-то жесткие до энергии мужские нет но больше какой-то вот концентрации и фокусировки внутри вас появилась нет уже вот это вот распыленности есть четкое понимание того что я хочу здесь вы очень много над собой поработали поэтому здесь выпадает восьмерка кубков и туз кубков то есть вы уходите от того что для вас было очень ценно для вас было ценно вот это вот эмоциональности эти переживания эти чувства возможно качели возможно какие-то ощущения которые вы проживали которые чувствовали других людей возможно да то есть вот для вас это было важно сейчас это уже меняется потому что появляется больше практичности то есть вы для себя понимаете что окей я не отказываюсь полностью от эмоциональности но я понимаю что нужно дальше двигаться в развитии куда в короля мечей больше знаете как-то логики и умение управлять эмоциями как минимум в тот момент когда вы совершаете какой-то выбор прикладывать усилия до контролировать себя контролировать свои эмоции тогда когда вы хотите сделать выбор и этот выбор особенно если он имеет какую-то продолжительность да то есть это не то что должно разово произойти а это то что будет иметь какие-то последствия уходит уже из вашей жизни вот это вот знаете однодневная какая-то такая радость да уходит вот это вот перегорание когда вы включаетесь и потухаете включаетесь и потухаете вы выбираете для себя уже более какую-то такую устойчивую позицию вот вокруг этой идеи вы совершаете какие-то свои действия на в познании молодцы молодцы у нас с вами была вторая позиция и мы переходим к позиции номер 3 зелененькому камешку так троечки смотрим какой идеи или делу вы посвящаете свою жизнь в общем либо на данном этапе не знаю посмотрим и не могу сказать что здесь идет вот какое-то посвящение чтобы кому-то либо ну какой-то идеи либо каком это дело вы посвящаете свою жизнь нет здесь просто человек хочет понять как будто бы свою судьбу хочу понять свою собственную жизнь как вообще я не знаю живу взаимодействую с этим миром проще говоря здесь вы хотите понять как вы вообще что есть для вас жизнь что для вас есть даже не просто жизнь а вот именно судьба вот что связано с судьбой вот где я могу влиять на свою жизнь а где чего я закрываюсь а где наоборот я должен быть открытым здесь понять свою позицию свободы выбора вот существует ли она для вас или нет где и как я могу себя проявлять да у вас идет трансформация по поводу того как вот то от чего вы ранее закрывались да вы как будто бы больше импатии эмпатии включаете в себя какую-то часть вот вы взяли от двоек да вы у них как будто бы забрали эмпатичность а единички далее логику здесь получается так что какие-то перемены трансформации идут вашей жизни даются новые шансы на изменение вашей жизни вот вы работаете над этим то ли вы хотите изменить свою жизнь то ли вы задумываетесь опять-таки с точки зрения развития как можно повлиять вообще на жизнь да то есть вот как некую такую философию вы задумаетесь на некой такой философии как устроен мир да как или на какие моменты на какие ситуации я могу повлиять как я могу сделать свою жизнь лучше где я могу взять ответственность самостоятельно за свою жизнь а где вот невозможно и я иду вот именно в потоке судьбы вот в этом вы разбираетесь вы разбираетесь как жить по-новому в радости и при этом чтобы эта радость она была от каждой встречи с людьми и как будто бы на постоянной основе что он здесь нужно разрушить вы хотите как будто бы себя изменить то есть понять как фраза которая говорится да что все есть внутри вас либо мир изобилен вот вам очень важно понять где внутри вас это ваше изобилие то есть что есть изобилие для вас что есть богатство как вот это вот внутренняя гармония человека может повлиять на внешний мир то есть как вы можете влиять на мир и как мир влияет на вас то есть вот для вас это важно здесь идут изменения в каких-то именно ваших прошлых ложных убеждениях я не могу сказать что здесь полностью как будто бы изменяется либо меняется ваше мировоззрение но здесь почему-то для вас стало важно понять то есть знаете вот как будто бы человек долгое время верил каким-то детским убеждениям вот как детей когда захотят а хотят контролировать да вот и говорят маленькому ребенку спи да если ты сейчас не уснешь то там единая придет бабайка либо придет там серый волчок ну какой-нибудь старшилка да и там заберет тебя с собой поэтому быстро быстро закрывая глазки спи то есть это манипуляция по сути до через запугивание и вы как будто бы вот в какой-то момент да ну верили в это что надо слушаться надо что-то сделать именно так как мне говорят потому что иначе будет но плохо и условно говоря вот такая вот модель поведения у вас существовала а сейчас вы пришли к тому что как будто бы задумались какого перепуга я раньше так думал ну окей да я понимаю что там манипуляции были все такое так почему я всю свою жизнь выстраиваю на этом то есть вы знаете здесь как будто бы человек начал задумываться а так ли тот мир который меня окружает действительно ли он такой какой мне говорят например я не знаю земля плоская либо круглая шарообразная либо виде эллипса вот и раньше допустим ну например вы принимали какую-то вот из этих теорий а потом вы задумались и сказали себе что нет чуть я самостоятельно хочу для себя понять да если я хочу понять значит мне важно расшатать вот эти вот убеждения которыми которые являются для меня китами основы моей жизни вот вы начинаете это исследовать через какие-то наблюдения но в данном случае здесь не таких масштабов философия а именно все что связано с изобилием возможно кто-то решил понять разобраться что ж такое деньги потому что кто-то говорит что это энергия кто-то говорит что это не знаю это просто бумажки какие-то кто-то играть на через себя прокачивать но в общем очень много разных идей и философии и вы как будто бы здесь не отказываетесь ни от какой но и не принимаете никакую до тех пор пока не проверить вот здесь вот такая вещь вот что-то вас такое включилась сейчас это именно сейчас когда вы решили проверить вот что такое материя как могут деньги приходить вопрос не в заработке до поймите меня верно то есть здесь важно вопрос именно в понятиях то есть вы хотите разобраться почему работает что-то одно а что то другое не работают вот что на это влияет влияет на это судьба либо влияете вы где вот это вот грань где вот этого черта может вам важно понять неважно касательно какой сферы для кого-то это будет материя для кого-то это будет личные отношения для кого-то это будет например здоровье mieux каждого здесь будет свое но вам важно понять что такое судьба как она создается либо когда мы говорим карма вот как понять да ясное дело что карма является следствием наших собственных действий на причинные следствия но как понять вот то что со мной сейчас происходит это следствие моих собственных действий до либо это следствие какого-то другого человека просто мы столкнулись вот так должно было произойти почему то есть его карму отрабатывали бы свою карта да либо вот вот как что вот какие-то такие моменты у вас встают сейчас о чем говорит семерка мечей здесь касается личной жизни может быть здесь кто-то задумывается о том что когда нету партнера да как-то вот жизнь мне условно говоря не мила скучно и не знаю как-то болезненно но вот этот отряд он не имеет как будто бы какого-то отношения к тому что я ранее сказала здесь вы задумаетесь и вдруг неожиданно как-то у нас появилась личная жизнь вот но она как будто бы сама по себе как некая но другая идея да то есть здесь вы разбираетесь более каких-то философских понятиях и вдруг у нас появляется личная жизнь в которой вот вы обманываетесь по поводу отношений по поводу любви и это водит вас в какую-то апатию в чем здесь обман но здесь вопрос справедливости хотя того тоже знаете в некоторой степени пересекается с тем что я говорила ранее возможно здесь даже для кого-то все началось личной жизни до когда но вот вы задумывались например и почему я нахожусь вот с этим человеком либо почему у меня нету скорее всего до жизни того человека который сделал бы меня счастливый например на такое выражение не я была бы счастлива вот сделала бы меня счастливыми вот с этого скорее всего и для кого-то да здесь начался этот процесс понимания того как мы вообще притягиваем до людей в своей жизни почему у одного много партнеров жизни неважно это там друзья разовые серьезные отношения там не знаю разные форматы а у другого человека вот только один например на всю жизнь и все и больше нет вот с чем это связано где это это понимание причинно-следственных связей да где как это работает карма ну вот как-то тогда есть еще что-то на чем вы еще думаете ну вот именно построение себя до становление себя независимого целостного человека в очень много думаете над этим на очень много думаете над этим но и параллельно конечно же материя и физический мир он вас всегда привлекает ну вот смотрите здесь так интересно обычно тройки но по крайней мере ранее было так что ваша энергия она была связана больше с огнем с активностью с движениями некоторое время назад появилась у вас как понятие именно чувство и появилась вот это вот понятие личной жизни то есть раньше на нее вы акцент не делали безусловно материальный мир деньги это вам всегда было ну приятное вы всегда на это делали акцент до зарабатывали деньги вот но большей степени у вас было то как вы проявляетесь в социуме именно вы как личность как я не знаю там бизнес-леди некая такая а вот последнее время да я вижу что помимо того что появляется более философские какие-то моменты вашей жизни так как будто бы переняли то что было у единичек плюс еще появляется личная жизнь то что вы переняли удвоечек то есть семья до семейные какие-то ценности и все что связано с деньгами то есть вот как будто бы ваше проявление в социуме она уже не настолько вам интересно и вот это вот куда-то побежали в чем-то будем развиваться здесь как будто бы сменилась какая-то энергия эта парадигма и вам больше интересно не знаю зарабатывать деньги для того чтобы тратить на семью радовать своих каких-то домашних то есть вот семья и деньги стали у вас приоритете на данном этапе ну и появились вот философские нотки задумывайте да задумывайтесь о жизни тоже очень интересно вот такой у меня был сегодня расклад для вас благодарю вас всех за ваши комментарии я вижу что когда очень интересная тема да вы много людей пишет комментарии я очень радуюсь этому и понимаю что да когда есть много комментариев значит тема была интересная но я тоже человек и не всегда смогу понять на какие темы вам интересны какие темы нет безусловно все связано с развитием с пониманием себя по крайней мере в этом направлении я всегда двигаюсь но не могу угадать вот какая тема выстрелит а какая нет поэтому когда вы пишете да я всегда радуюсь ну и ориентируюсь плюс ко всему на то что вот это вот вам понятно это вам интересно здесь как-то не очень но это не говорит о том что тема где нету активности ваши что она была там неудачная иногда бывает очень удачная тема но она настолько затрагивает вас что либо не хочется поделиться до говорить об этом открыто публично либо это занимает столько времени на подумать что опять же таки не хочу писать об этом да вот важно погрузиться в себя вот ну в любом случае то и другое имеет место быть и я уж как-то вот более спокойно к этому наверное отношусь и просто рада что вы есть что вы остаете что вы пишете комментарии вот опять же таки как человек иногда я где-то тоже могу с эмоционирует тема когда я ошибаюсь и иногда я бываю категоричны но стараюсь как-то вот больше контролировать то есть также как я вам здесь передаю информацию вижу что вы учитесь и также вместе с вами либо через вас учусь и я вот такой у нас был с вами сегодня расклад в разделе в описании так этому ролику есть ссылка на раздел сообщества нажимаете туда и вас перекладываю перебрасывает последнему анонсу на близконсультации вот приходите кому интересно у кого есть какие идеи можете писать в комментариях вот буду вам признательно а я прощаюсь с вами всем отличные недели до понедельника всем пока пока